Добрый день, уважаемые коллеги! Мы продолжаем знакомство с профильными блоками Университетской библиотеки онлайн. И сегодня у нас с вами блок «Компьютер и интернет». Вот об этой теме мы сегодня и поговорим. И первый вопрос у меня будет к нашим сегодняшним участникам, кто сегодня у нас на вебинаре. Поставьте, пожалуйста, любой значок в чат, плюс-минус, восклицательный, вопросительный знак, если вы не были на предыдущих вебинарах по профильным блокам. Мне просто нужно сориентироваться, в каком объеме рассказывать информацию, которую мы на предыдущих вебинарах рассматривали. Ага, Роза Воробьева, отлично! Смайлики тоже годятся. Любой знак. Ага, так, кто не был, да, кто не был, кто первый раз, поэтому значок любой ставим. Ага, несколько человек у нас есть, поэтому мы пройдемся кратко по той информации, которая у нас в предыдущие разы была. Я вам сразу, коллеги, дам, сошлюсь на первый наш вебинар. Мы там более подробно разбирали многие вопросы. Сейчас я вам дам ссылочку. Вот эту ссылочку себе заберите. Это был первый вебинар о профильных блоках. Мы разбирали два блока – педагогика и психология. И там мы рассматривали, что такое вообще профильные блоки, откуда они взялись и зачем они нужны в университетской библиотеке онлайн. Поэтому более подробно мы отталкивались от рассмотрения структуры информационных потребностей специалистов, на удовлетворение которых, в общем-то, и направлены профильные блоки. Поэтому вот эту первую вводную часть можно будет более подробно посмотреть уже там. Там мы разбирали информационную вертикаль ИБС, из чего она состоит. Но вкратце еще раз напомню для тех, кто был, и сориентирую тех, кто не был. Основная задача при создании профильных блоков – это такая организация контента, которая удовлетворяла бы информационные потребности специалистов, особенно в части удовлетворения комплексных информационных потребностей в различных типах издания, в различных типах литературы. От учебной до периодики научных изданий, справочной, отраслевой, научной периодики различных популярных изданий и прочее, прочее, прочее. Вот эти вот комплексные информационные потребности и должны удовлетворять профильные блоки. В первую очередь это создание такого информационного поля качественной, проверенной, отобранной информации, организованной с максимальным удобством для специалистов. Ну и вот эта организация профессионального контента является основной задачей профильных блоков. С количеством роста контента перед университетскими библиотеками и перед университетской библиотекой онлайн стала задача и фильтрации, и профильного комплектования, которая напрямую зависит от тех аккредитованных в учебном заведении направлений подготовки, профилей, специализаций. Вот это является той основой, которая и ложится в формирование принципов организации профильных блоков или блочного комплектования. Так, ну вот принципы я вам отдельно на слайд вывела, сейчас чуть про них подробнее скажу. И вот профильные блоки – это фактически тот профессиональный контент, который должен удовлетворять запрос специалистов. Но в данном случае мы говорим о специалистах и реальных, профессорско-преподавательский состав, все-таки у нас библиотека не просто онлайн, а университетская библиотека онлайн. И плюс студенты, магистранты, аспиранты и прочие обучающиеся, которые являются действующими, либо будущими специалистами. И вот такой способ комплектования по блокам, по тематическим блокам, профильным блокам. На Западе называется форматом e-book approval plan, а в нашей библиотеке, в нашей отечественной традиции, в университетской библиотеке онлайн, это называется блочное комплектование. И его основная цель – это контролировать приток литературы по узким профилям. Здесь без взаимодействия, конечно, библиотеки и кафедры, и вузовской библиотеки никак не обойтись. Это заложено в одном из принципов, на которых строится создание и функционирование профильных блоков. Но и основная задача – это фильтрация и профильное комплектование. Закрыть потребности в литературе разных типов по тем аккредитованным профилям и направлениям подготовки данного конкретного учебного заведения. И немножко про принципы. Не всегда нужна нам огромная электронная библиотека. Вот это как раз реализация принципа адресности. Иногда имеет смысл меньше да лучше. Не всегда лучше – больше. Поэтому и ориентир делается на те профили подготовки и направления, которые аккредитованы и реализуются вузами, являющимися подписчиками университетской библиотеки онлайн. Второй принцип профильности. Согласно профилю – это отбор, фильтрация, группировка, сортировка литературы, которая соответствует еще и четвертому принципу, третьему принципу, принципу полноты. Литература разных типов. Это и книги, и прикладная литература, и справочные издания, и научная литература. И сейчас появляются медиаресурсы и отдельные, прям выделены в меню раздел «Медиаресурсы». И, конечно, четвертый, самый важный принцип – это принцип обратной связи. Обязательно должна быть обратная связь от преподавателей, от вузовских библиотек, для того, чтобы более полно реализовывать подбор литературы, достигать своих целей и задачи по удовлетворению запросов. Поэтому вот здесь очень важно от вас, чтобы использовался и сервис проверки РПД, и комплектование, и вот эта вот обратная связь, чего не хватает, какие издания обязательно должны быть, для того, чтобы вот эти потребности реализовывать уже целенаправленно. И вот на основании этого два года, примерно два года назад, и появилась идея создания вот такого сервиса, как профильные блоки. Сначала они были сформированы на основе базовой коллекции ЭБС, это основа, скажем так, электронной библиотечной системы, университетской библиотеки онлайн. И вот из нее как раз и выросли первые профильные блоки. Есть еще один раздел в электронной библиотечной системе, называется «Издательские коллекции». Очень интересная вещь, рекомендую посмотреть, кто еще ее не изучал и с ней не знаком. Но название говорит само за себя. Там собираются по издательству книги, интересные книги, которые в базовую коллекцию ЭБС не входят. И они также не отражаются в профильных блоках. Ну, некоторые издания могут попасть, но, в принципе, это два совершенно разных раздела, два разных сервиса. Поэтому и там, и там можно смотреть. Но книги издательских коллекций, если вы оформляете подписку на профильные блоки, нужно оформлять уже дополнительно к ним. Не все, что попадает в профильные блоки, есть в издательской коллекции, наоборот. И аккумуляция, сбор ресурсов в профильных блоках, он тематический. Собираются в один блок, собираются все ресурсы одной тематики, вне зависимости от типа изданий, от года издания, от издательства. И есть еще так называемый каталог УГС или каталог УГСН. Каталог по округленным группам специальностей. Вот отличие от профильных блоков. В УГС в основном собираются ресурсы учебной тематики, а в профильные блоки подбираются ресурсы не только учебного характера, но и научная литература, и монография, авторефераты, диссертации, студенческие работы. Да вот оно все здесь перечислено. Структура, ой, сейчас я указку забыла взять. Структура каждого профильного блока, вот из чего она состоит. Включаем мультимедийные контенты. В УГС в основном только ограничивается учебная литература, учебными пособиями, методическими какими-то вещами. Вот в этом их различие. Все зависит, к какому каталогу обращаться, к профильным блокам или к каталогу УГС, зависит от вашей задачи. Нужно вам подобрать основную учебную литературу для рабочей программы дисциплины, например, или для курса вот этот, основные 2-3 учебника, которые должны быть отражены в РПД. Ну, наверное, мы в первую очередь посмотрим УГС, каталог УГС. А вот списки дополнительной литературы, рекомендуемой литературы. Очень часто сейчас при создании онлайн-курсов, а многие же у нас дисциплины переводятся, не знаю, как у вас, а у нас многие дисциплины прям стоят в разработке, по ним создаются онлайн-курсы. И там идет требование не просто, как в РПД указываем, основная и дополнительная литература, а еще давайте, вот это же дистанционщики, давайте еще дополнительную литературу, интересную, которая может заинтересовать студентов, вот еще что-нибудь. И вот в этом плане как раз, даже при разработке онлайн-курсов, не связанных, например, с вузовской тематикой, профильные блоки очень здорово могут помочь в подборе вот такого рода источников. Ну и плюс еще мультимедийный контент, тоже очень интересный раздел. Ну и преимущество для преподавателей пользоваться в первую очередь профильными блоками, это удобство поиска. Ну да, к этому надо немножко привыкнуть, нужно немножко освоить. Но зато не нужно по всей ЭБС, по общему каталогу, искать необходимые ресурсы по определенной тематике. Ну вот, потому что литература по этой тематике уже подобрана в тематическом блоке, и стоит воспользоваться, наверное, в первую очередь им, а потом уже. Так, Руслан Головин, онлайн-курсы прямо не коррелируют с дополнительным чтением. Это как составить, это как разработать. Я, например, своим студентам что в онлайн-курсах, что в очных курсах, на очных занятиях, я им еще помимо вот этой рекомендуемой в РПД литературе, основной литературы, еще подсказываю, какие книги есть по этой теме, но, опять же, это не для... Обязательно я говорю, что на зачете я этого спрашивать не буду, если расскажете, молодцы, но требовать, чтобы вы это все прочитали, я не буду. Это для того, для тех, кто хочет, а что еще есть по этой тематике. Вы знаете, меня удивляет, когда они читают. Хотя мы говорим и про Франкла. Вот несколько книг я им рассказывала, рассказывала про Стивена Кови, про других авторов, любящего, как ни странно, книгу Гранина, «Это странная жизнь». Студенты читают. Хотя я им не даю это как домашнее задание. Вот это вот как раз то самое дополнительное чтение. Ну и заодно подсказываю, если спрашивают, а что еще почитать по этой теме, так как мы подписаны на университетскую библиотеку онлайн, я им просто подсказываю вот эти тематические блоки, где они еще что-то могут найти. Жму им руку, Руслан, сама жму руку тем студентам, которые это делают. Знаете, это еще зависит и от преподавателя во многом. Так немножко мы отвлеклись от профильного блока. Если тебе самому это интересно, и ты рассказываешь об этом студентам, у них у самих, ну не у всех, конечно, не у всех, но появляется, хотя бы у некоторых появляется желание хотя бы посмотреть, а что это за книга. Уже большой плюс. Хотя бы знать, где брать. Вот как раз в этом плане, где брать, профильные блоки – очень хорошая вещь. По составу. Состав элементов, тот, который перечислен здесь, вот ровно в таком порядке, и следует издание в каждом профильном блоке. И по сути, каждый профильный блок – это отдельная маленькая такая микро-ЭБС. При этом ВУЗ может подписаться на базовую коллекцию и профильные блоки, и издательские коллекции. Это все отдельно, как бы отдельные части, на которые можно оформлять подписку. А можно подписаться не на базовую коллекцию, а на набор вот этих профильных блоков согласно аккредитованным специальностям. Зачем нам все, если мы вот этим всем пользоваться не будем? Мы выберем только те темы, которые нам нужны. Это тоже в условиях, например, ограниченности бюджетов выход для оформления подписки. Мало того, можно подписаться как на блок целиком, на отдельные блоки, а можно из любых блоков выбрать покнижно нужную литературу. Такая покнижная подписка. Например, из целого блока ряд литературы нам не нужен. Из той же психологии, например, нас интересует организационное поведение, организационная психология, психология менеджмента, то, что связано с тематикой управления. Но в самом блоке есть литература и по семейным отношениям. Детско-родительская психология, возрастная психология, дети с УВЗ, инклюзия. Но нам-то это не нужно. У нас нет таких направлений подготовки. Мы не готовим таких специалистов. Понятно, что мы этими книгами пользоваться, скорее всего, не будем. Но подписка-то оформляется, блок-то целый. Так вот, здесь есть возможность покнижно выбрать то, что нам необходимо. Да, это время, да, это усилие. Но с другой стороны мы получаем именно тот набор литературы, который нужен. И вот так можно из разных блоков выбирать ту литературу, которая необходима. Соответственно, создавать вот как из пазлов свою картину, свою электронную библиотеку в рамках единой библиотеки онлайн, университетской. Вот это вот интересная такая возможность, которая есть. И обратите внимание вот на вот такую синюю полосочку, которая идет после каждого раздела внутри блока. Вот у нас начинается периодическое издание и пошла переводика, а перед ней закончился предыдущий раздел. И в выдачу попадают не все книги. Их может быть очень много. Если их, конечно, 3-10, они попадут все. Но если их очень много, показывают с первой, там, 15, по-моему, 20. И, соответственно, имейте в виду, что вот все, что приведено вот здесь, это еще не все. Поэтому, если вы не нашли то, что вам нужно, в конце раздела посмотрите. Здесь, на самом деле, 2176 книг скрывается. Кликаем сюда, и у нас полностью весь раздел откроется. И можно уже там покопаться, посмотреть. Но иногда вот бывает интересно и необходимо просто посмотреть в лицо книги. Не через каталог, не через фильтры, а вот посмотреть вообще все богатство. Пожалуйста, это можно сделать. Вот имейте в виду, такая вот возможность есть. Просто про нее иногда забываем. И как пользоваться профильными блоками. Здесь важно сделать две вещи. Настройка, общие настройки показа и фильтры отдельных блоков. Мы можем пользоваться профильными блоками двумя способами. Либо зайдя под авторизовавшись, если мы являемся подписчиками ЭБС. Но даже если у нас нет подписки, мы можем по фри-доступу зайти без регистрации. Вот то, что я вам покажу потом, попозже. Книги – это все, когда я делала, без регистрации. То есть это можно посмотреть. Единственное отличие – мы саму книгу прочитать не сможем. Он нам будет писать, что недостаточно прав доступа, если мы зашли по фри-доступу. А вот содержание, аннотацию, библиографические описания – это нам доступно. И мы можем посмотреть содержание всего блока. Хотя бы список литературы составить уже можно. Первое, что мы делаем – мы нажимаем вот эту шестеренку справа наверху. И у нас открывается вот такая панелька настроек. Если вы заходите по свободному доступу, у вас вот этой доступности не будет. То есть выбирать не из чего. У нас будет только сортировка. А если вы заходите под авторизацией, под своим логином, паролем, у вас по умолчанию будет стоять доступные. Мой совет вам – переставьте вот сюда галочку на строчку «Все». Он вам покажет вообще все богатство, которое содержится в конкретном профильном блоке. Вернее, во всех блоках, которые вы откроете потом. И вы сможете увидеть те книги, на которые, например, вот так вот выборочно, покнижно было осуществлено комплектование. Они, так же, как и свободного доступа, вы информацию о них увидите, прочитать не сможете. И вот здесь они будут сереньким. Сереньким. Не синим гиперссылка, а серенькая и затемненная слегка обложка. И сразу понятно, что на эту книгу мы не подписаны. Но вы можете посмотреть, если сочтете нужным, что она необходима вам для реализации учебного процесса, то ее можно, конечно, потом покнижно докомплектовать, дозаказать. Ну, через свою библиотеку, конечно. И второй вариант – это выбираем сортировку. По умолчанию стоит сортировка по умолчанию. Мне, например, удобнее поставить сортировку по годам, и тогда он самые последние издания последних годов будет выводить наверх. И в каждом разделе, вот этом разделе каждого блока, сначала будет идти самая свежая литература, все новинки. Начиная с 2021 года в обратной хронологии. Мне, например, вот так вот удобнее. Ну, и для выбора литературы, как всегда, хочется самое последнее, самое свежее. Вот это вот такой вот удобный вариант. Но можете и по автору, по авторам, можете по названиям, по популярности. Это же, смотрите, как вам удобнее. Установили эти настройки, дальше мы переходим к фильтрам. Открываем блок. Вот, например, мы открыли, например, педагогики. Здесь у вас будет строчка «Выбранные фильтры». Кликайте по ней, у вас открывается набор фильтров. Это те критерии, которые мы можем указывать для того, чтобы, опять же, сократить количество информации, ненужной, может быть, информации, да, как-то ограничить наш поиск. Не обязательно все. Мы можем выбрать один какой-то критерий, да, смотреть то, что для вас необходимо. Например, ну, вот типы издания – это, да, наиболее часто используемые. Очень часто мы забываем пользоваться вот этим фильтром, который называется ББК. Помните, у нас был вебинар «Индексация по УДК, ББК», и мы там знакомились со структурой библиотечно-классификацией, библиографической классификацией. Вот это очень удобная штука, которая позволяет нам исключить ненужные нам в данный момент, например, индексы библиотечно-библиографической классификации. Каждая книга имеет свой индекс. Вот здесь, смотрите, какая штука бывает. Само название книги может быть составлено очень интересно, с маркетинговой точки зрения, да, но оно не отражает как бы самой сути, вот о чем там, да, не всегда бывает понятно. Или наоборот, звучит очень научно. А вот про что там? А это относится к той тематике, которая мне нужна или нет? А индекс ББК, он присваивается не по названию, а по сути, о чем эта книга. Поэтому вот очень удобно смотреть по этим индексам. Если есть вот такие галочки справа, это значит, можно открыть, там есть выпадающие списки. Ну и типы издания тоже важный момент для поиска. Ну вот, например, нам нужны научные издания. Мы берем типы издания, открываем этот фильтр, и выпадает список. Научные издания. И там тоже стоит галочка. Если мы по ней кликнем, у нас открывается второй уровень детализации. И вот смотрите, что сюда включается? Это авторефераты, и материалы конференции, и статьи, и сборники, и монографии. И чего там только еще нет, если покрутить вниз, там еще много чего. Нам нужны, например, только материалы конференции и монографии. Мы кликаем вот сюда, выбираем, по полю прям выбираем, и он у нас сюда встанет. Выбираем монографии. Можно выбрать один критерий, а можно из списка прямо несколько выбрать. Или, например, нам нужны только авторефераты и сборники научных трудов. Вот мы их выбрали, они у нас встают, будут видны фильтры, и нажимаем кнопочку «Применить фильтры». Вся остальная литература нам выводиться не будет. Это тоже очень удобный момент. И по ББК, психология, например, там любой раздел, даже если возьмете, психология, там социально-гуманитарный модуль очень большой, раздел, естественные науки. Там также можно несколько индексов. Вот здесь, вот здесь, вот здесь и еще вот здесь может быть та литература, которая мне нужна. Вот книги с этими индексами мне нужны. Я их посмотрю и выберу. А остальные мне не нужны. И он вам по этим индексам тоже выберет нужную вам литературу. Но если вы еще и тип издания укажете, то он еще сократит. Чувствуете, как рамки можно сузить? Ну, слишком много тоже не берите. Иногда вот так вот мы слишком уж сужаем рамки, и получается, что ничего найти не можем. Иногда лучше взять чуть-чуть пошире, чтобы можно было найти, из чего выбрать. И есть еще вот этот критерий год, фильтр год, от. Тоже важный момент, его игнорировать не стоит. Хотя мы вот здесь поставили вроде бы сортировать по годам, но он нам выведет весь список в обратной хронологии от самой свежей до самых-самых ранних. Поэтому там будет 10-12 тысяч изданий. А у нас может стоять требование. Нужна литература за последние три года. Отсчитываем 21, 20, 19. Ну, окей, еще 18, может быть, захватим. Вот ставим сюда либо 19 год, либо там 17 год, если за последние пять лет. И все, что раньше, он нам выводить не будет. То есть мы по критерию год делаем такую отсечку. Вот это тоже очень важный критерий, про него не забывайте. Ну, и не забывайте нажимать «Применить фильтры». И есть вот такая кнопочка волшебная, строчка «Очистить фильтры», чтобы все сбросить, настройки, что-то нам не понадобилось. Заново мы хотим в другом блоке уже другие критерии задать. Очищаем фильтры и будем, меняем условия поиска. Ну, вот такая вот совершенно простая вещь. Несколько простых вариантов, которые позволяют нам с профильными блоками работать. Ну, и смотрите, есть, в самом низу идет перечисление профильных блоков, а в самом низу еще идет междисциплинарные блоки. Вот такой раздел. Что это такое? Кстати, блок компьютера интернет попадает в естественно научный модуль. Здесь они называются не блоки, а называются уже модули. Вот сюда собирается профильная литература, а вот сюда собирается литература для первых курсов. Общего характера, базовые знания, та, которая дает. Например, те же, та же тема информатики, но информатика для айтишников, информатика для программистов, информатика для будущих художников, дизайнеров, либо воспитателей детских садов. То есть вот тот блок, который есть в учебных планах у всех направлений. Вот они попадают в междисциплинарные блоки. То есть здесь самое простое, самое основное, самое базовое. А более серьезные вещи, они уже идут в профильных блоках. Поэтому еще смотрите, для какого курса вы подбираете сейчас литературу. Это тоже может иметь значение, куда посмотреть. Ну и, конечно, в профильных блоках ее гораздо больше. Ну и про наш профильный блок «Компьютер и интернет». Всего по блоку почти 4 тысячи изданий. 3 тысячи 723. Почему говорю «почтение»? Постоянно цифры меняются в сторону увеличения. Из которых, вот смотрите, почти 1650, да, 1647 – это только учебные издания, учебники, учебные посуды, учебная литература. Очень много периодики. Это не наименования, это номера выпусков. Поэтому наименований тоже больше десятка, по-моему. Ну, смотрите, достаточно хорошая база периодики. Есть из чего выбирать, где поискать статьи. Справочные издания 12. Научные издания присутствуют. Студенческие работы не так широко представлены. Всего одно наименование. И раздел «прочий». Ну, аудиокниг здесь отсутствует. Понятно, что все-таки такая тематика. Тут больше скорее медиаресурсы нужны. Видеокурсы, видеолекции, нежели аудиоиздания. Слушать инструкцию по настройке компьютера – это, наверное, не очень правильно будет. А вот раздел «прочий» тоже рекомендую смотреть. Научно-популярная литература, которая литература хорошая, правильная, грамотная, но которая не является в полной мере не учебником и в то же время не научным изданием. Но там много интересного чего есть. Вот это попадает все в раздел «прочий». Поэтому сюда тоже не забывайте поглядывать. Иногда медиаресурсы сюда тоже могут попасть. Поэтому вот этот раздел не игнорируйте, хоть он так и называется. И междисциплинарный естественно-научный модуль в нем есть тоже раздел «информатика» и «математика». Это в основном вычислительная математика, информатика, основы информатики. Вот самый-самый начальный уровень. Всего здесь изданий почти 200-195, из которых всего одно из раздела «прочие». Как видите, здесь научная литература отсутствует. И в основном это учебные издания. Ну, вот так вот этот блок сейчас, междисциплинарный модуль, вот так вот он представлен в разделе «информатика» и «математика». В основном вся литература именно в профильном блоке собирается. И переходим уже к самому, к рейтингу. Первые две тройки победителей по числу просмотренных страниц за прошлый учебный год, за 2020, прошу прощения, учебный, а календарный год. Тройка лидеров, как я и обещала, представляют с кратким обзором, что они из себя представляют, что это за учебники такие. Значит, ну и данные, вот я вам здесь привела, это три лидера, которые чаще всего просматривали, к которым чаще всего обращались, которые больше и чаще всего читали. Ссылки слева от такого визуального представления книги, это прямые ссылки на карточки в электронной библиотечной системе в университетской библиотеке онлайн. Можно напрямую перейти и посмотреть более подробно библиографическое описание, аннотацию и краткое содержание, оглавление этих книг. Познакомиться с ними подробнее. Но если есть у вас доступ к университетской библиотеке онлайн, как пользователя, то можно и напрямую эти книги уже и почитать. И познакомиться с ними. Первые две тройки лидеров по числу страниц на 2020 год. Информационные технологии в педагогическом образовании. Самый-самый лидер. Автор Киселев и Бачкова. Это книга 2020 года. Издательство «Дашков и компания». Что в этом учебнике? Ну, так, пару слов про него. Подготовлен он в соответствии с требованиями в ГОС по направлению подготовки педагогическое образование. То есть, ну, понятно, что здесь будет упор в основном на будущих педагогов. В теоретической части учебника в основном рассматриваются вопросы информационных технологий обучения, дидактические аспекты использования информационных коммуникационных технологий, их возможностей, все для организации учебного процесса с использованием этих технологий. И вторая часть – это практическая. Естественно, здесь есть материалы, которые позволяют отработать умения, ну, навыки вряд ли с помощью одной книги, это уже на занятиях. А вот умения, да, практического применения вот этих информационных технологий в профессиональной деятельности именно преподавателя, да, то есть для организации образовательного процесса. И в практической части есть задания для самостоятельной работы, есть демонстрационный материал, и есть ссылки, отсылки к сайтам, где эти материалы находятся, ими можно прямо на сайте воспользоваться. Второй учебник Тамбовского государственного технического университета «Информационные технологии». И здесь, чуть ли я его вам попозже покажу, там очень интересная вторая глава есть, где приводится классификация информационных технологий. Где-то восемь, по-моему, параграфов, каждый из которых посвящен определенному признаку. Информационные технологии по признаку сферы применения, какие бывают, какие бывают по назначению, характеру использования, по пользовательскому интерфейсу, по способу организации сетевого взаимодействия, по характеру участия технических средств в диалоге с пользователями и еще масса других признаков. И по каждому из этих признаков приводится классификация информационных технологий. То есть вещь потрясающая на самом деле, поэтому имейте в виду, вот в этом учебнике это очень хорошо рассмотрено и изложено. И третий наш лидер, автор Ясенев, информационные системы и технологии в экономике. Тоже учебное пособие. Здесь рассматриваются информационные процессы в экономике, их особенности функционирования, состав, комплексные системы управления предприятием, финансовом менеджменте, в бухгалтерском учете, страховые компании, коммерция, банки и ряд еще других сфер деятельности. То есть достаточно широкий такой охват. И особое внимание уделяется технологическому, программному, информационному обеспечению с учетом потребностей экономического профиля экономистов. И рассматривается все это богатство в условиях работы в автоматизированных информационных системах, АИС. Вот достаточно такое очень серьезное учебное пособие. Ну, по количеству просмотров, то, что на третьем месте находится, очень востребованное, да, что говорит о его качестве. Еще три книги, вторая тройка лидеров. У нас так уже сложилось традиционно, что мы рассматриваем две тройки лидеров и плюс еще дополнительные интересные книги. Согласно определению популярного словаря у Эбстера, не у нас, а там, офис – это место, где совершаются службы и деловые операции. Ну и вот следующая книга как раз и посвящена работе в современном офисе, курс лекций. Курс лекций автор Прохоров. Что здесь интересного? Здесь рассматриваются все вопросы, связанные с бизнесом, маркетингом, делопроизводством. И все это рассматривается на примерах использования современных офисных программных приложений. В связи с практикой введения электронного документа оборота, соответственно, это налагает требования от сотрудников владеть этими методами и средствами обработки электронных документов. Поэтому очень большое внимание в данном курсе лекции и уделено. Как работать в локальной сети предприятия, навыки работы в глобальной сети, обучение дистанционное по интернету, электронная коммерция – вот это все является предметом рассмотрения данного пособия. И, как видите, тоже достаточно популярные, часто используются, к нему часто обращаются. Следующая книга – информационная безопасность и защита информации. Автор Прохорова. Можно сказать, почти тезки по фамилии, но это два совершенно разных автора. Вот тема важная. Защита информации сейчас становится очень актуальна, но и, судя по количеству обращений к этой книге, очень хорошо используется в учебном процессе. Здесь рассматриваются основы, что такое информационная безопасность, как защищать информацию, как разграничивать доступ к ресурсам, ограничение доступа, как проводить идентификацию и аутентификацию субъектов, криптографическая защита, методы средства, как обеспечить контроль целостности информации, способы хранения, распределения основной ключевой информации компании, организация защиты от разрушающих программных воздействий, ну, все наши вирусы и прочие неприятности, электронно-цифровая подпись, что это такое, как ее защитить. И много-много других вопросов. Вот это все находится в этом учебнике. Так что очень рекомендую посмотреть, там много вопросов разбирается. Еще один популярный учебник, автор Александр Николаевич Гущин. Кстати, не только-только закончился его курс в Директ-Академии. Он у нас в конце апреля, в мае проводил курс по созданию электронных курсов на платформе Moodle. Помимо того, что он еще автор ведущих вебинаров и автор курсов, он еще и автор учебных пособий. Вот одно из таких пособий его, оказывается, у нас вышло, можно сказать, в десятку лидеров по популярности, по количеству просмотров. Базы данных. Это курс базы данных, продолжительностью в один семестр, в основном предназначен для бакалавров, и профиль – это прикладная информатика. И вот здесь, помимо классической теории баз данных, лекции, вошедшие в это учебное пособие, еще посвящаются и специфике пространственных данных, имеющих пространственную привязку. Что интересно в этом курсе? Огромное количество примеров, иллюстраций, а не только одна теория и изложение материалов. И плюс еще есть рекомендации по выполнению практических работ, сборник тестовых вопросов для проверки знаний. То есть это то, что будет интересно в первую очередь, наверное, преподавателям, которые этот курс ведут или что-то похожее разрабатывают. Посмотрите вот сюда. Соответствую стандарту, третьему стандарту в ГОСА, рекомендую очень, вот кого эта тема интересует. И вот содержание, то, что я вам обещала, по книге «Работа в современном офисе». Вот я вам сюда прям привела состав оглавления, состав этих лекций. Что входит, какие темы здесь можно найти. И по базам данных. Основное содержание тоже по основным разделам. Вот я сюда вам тоже привела, чтобы иметь представление о том, что содержится в этом пособии, которое так часто спрашивается и так активно используется. И в оставшееся время сейчас пройдемся по интересным еще книгам, которые есть в этом профильном блоке. Понятно, что основную популярность занимают что в профильном блоке экономика, что мы смотрели до этого педагогика и психология, и вот компьютеры всегда на первом месте ведут учебные пособия, учебники, учебная литература. Но это и понятно все-таки. Библиотека университетская. Но есть и в других разделах очень интересные книги. Вот хочу ваше внимание обратить на одну книгу из раздела научной литературы, блока компьютер и интернет. Недавно она вышла, по-моему, в обзоре новинок за ноябрь месяц. Она была в обзоре, и тогда она меня заинтересовала. Вот сейчас смотрю, она в профильном блоке есть. Вообще замечательная вещь. Автор Юмашева. Называется книга «Цифровая трансформация аудиовизуальных архивов». Аудиовизуальные архивы онлайн. Это монография. Часть монографии, может быть, широкой аудитории будет не столь интересна, сколько специалистам по вопросам цифровых трансформаций и цифровой обработки, перевода в цифровой вид традиционных аудиовизуальных архивов. Но там содержится много информации по вот этим проблемам, по способам, как перевести аудио, фото, кинодокументы в цифровой вид, как создавать электронные ресурсы на основе созданных копий, как их представлять в сети интернет. Но помимо этого, здесь есть, там есть очень интересные вещи. Так как в основе монографии лежит информация из богатейшего опыта автора, 15 лет она это делала, собирала базу данных. И в этой базе данных были представлены все доступные в мировой сети интернет информационные ресурсы, которые содержат вот эти переведенные в цифровой вид библиографические каталоги, научно-справочный аппарат архивов, музейные документы, электронные копии объектов культурного и исторического значения и наследия. И здесь содержится информация более чем о 23 тысячах информационных ресурсах. Это вот в этой базе данных, которые еще при этом ежедневно пополняются. И адрес, доступ к этой базе данных авторская, она в этой книге есть. И вот на вот этом материале и в основном была построена эта книга, сформирована эта книга. Пока в монографии упомянуто, конечно, не все, но тем не менее количество тоже впечатляет. Более 2,5 тысяч ресурсов, созданных 29 международными организациями в 68 странах мира. И к ним даются ссылки, дается описание этих ресурсов. Они рассматриваются в этой книге. То есть мы вот, когда встает у нас вопрос, где взять, на каких основах. Да, условия доступа, там все описано. Где какие лицензии. В принципе, даются адреса, можно перейти, посмотреть. Где-то есть платный доступ, где-то условно платный, где-то бесплатный и полнотекстовый открытый. А мы даже не знаем об этом. То есть вот с точки зрения работы с цифровой информацией, это просто кладезь. На самом деле у нас очень часто возникает вопрос, где взять документальные, например, фотографии. Либо какие-то материалы в цифровом виде для того, чтобы их использовать в своей деятельности, профессиональной деятельности, в своих работах. Вот. Вот эта книга – это просто находка. Обязательно зайдите, посмотрите, почитайте, полистайте, у кого есть доступ, да, пользовательский. Если нет, хотя бы посмотрите оголовление. Вот вам, пожалуйста, кусочек, я даже вам отсюда привела, да, не вся глава, а вот только кусочек. Где брать фотодокументы в сети интернет, да, кинодокументы, ну, методы, способы, анализов. Вот это мы можем опустить, если не связано с нашей профессиональной деятельностью, да. А вот международные онлайн-проекты, которые предоставляют коллекцию цифровых документов, кинодокументов. И там есть ссылки. Это вообще просто кладезь поисковый. Поэтому обратите внимание на эту книгу. Это очень классная вещь. Еще одну книгу хочу вам показать. Называется она «Арт-информатика». Да, вот такой вот неожиданный новый термин. Автор Нагаева. «Арт-информатика» – это ее термин «Арт-информатика». Основа технологии перспективы. Что это такое и для кого? Это книга по актуальной проблеме, связанной с современным художественным образованием. Использование компьютерных средств обучения при подготовке специалистов в сфере культуры и искусства. И вот здесь автор как раз вводит вот это понятие «Арт-информатика» как область науки, информатика. Такое слияние информатики и искусства. Отражающие закономерности развития, воспитания человека посредством искусства. И все это с использованием современных средств телекоммуникации и информационных технологий. Вот с этой точки зрения очень интересная книга, очень интересное исследование. Поэтому посмотрите, если вот связано где-то с вопросами культуры, искусства, подготовкой специалистов в этих областях, вот эта книга будет полезна. Еще. Это вот то, что у нас из раздела «Научная литература». Учебную мы с вами посмотрели, познакомились. Самые популярные, интересные. Это буквально несколько изданий из раздела «Научная литература». На самом деле там их гораздо, конечно, больше. И глаза разбегаются, что же выбрать. Самое интересное, что бы вам показать. Из раздела «Прочие». Хочу вам показать несколько книг, которые относятся к такому, можно отнести к разделу «Сам себе режиссер». Как самому создать сайт быстро, как самому восстановить потерянную информацию, как самому со всем этим управляться. Да, ну и вот такое название «Веб-самоделкин». Это серия из трех книг, автор «Гладкий». Обращаю ваше внимание, коллеги, кто на прошлом вебинаре у нас не был, я говорила, что если есть вот такая вот кнопочка справа на слайде, это значит, что в интернет-магазине «Директ-медиа» эта книга точно есть, и можно ее приобрести, не только посмотреть в библиотеке, но и при желании, при необходимости можно ее себе приобрести и забрать. Первая книга из цикла «Как самому создать быстрый и профессионально сайт». Ну, название говорит «Само за себя». Здесь рассматриваются вопросы, как самостоятельно создавать веб-страницы, основы HTML, программные продукты для веб-разработчиков, позволяющие в автоматическом режиме создавать полноценные сайты. И все это написано очень легко, доступный стиль изложения, большое количество наглядных примеров, ну, как бы сказать, скриншотов, иллюстраций, да, как, что делать. Действительно, это вот такой самоучитель, легко, просто, а в сложном. Как создать привлекательный веб-ресурс? Ну, не просто создать, а что еще необходимо для того, чтобы его сопровождать, обслуживать, и как проводить оптимизацию, если это необходимо. Опять же, на самом простом уровне для человека, который только-только начинает с этим знакомиться и пытается что-то делать самостоятельно. Вторая книга из этого же автора. «Компьютер для индивидуального предпринимателя. Как вести учет быстро, легко и безошибочно». Это практическое пособие. Рассчитано на предпринимателей, индивидуальных предпринимателей, и очень просто, но рассказывает и понятно о самых простых, но в то же время о самых эффективных программных продуктах, которые созданы специально для автоматизации учета деятельности индивидуального предпринимателя или маленькой, небольшого ИП фирмы. То есть, опять же, с тем, чтобы познакомиться с основами, это очень хороший вариант, очень хорошая книга. Ну и третья книга, очень важная, с этой проблемой сама столкнулась буквально недавно. «Как быстро восстанавливать потерянные компьютерные данные». Обращение к специалистам – это, скажу я вам, очень дорогое удовольствие. Но когда речь стоит о том, чтобы спасти информацию, здесь уже, конечно, цена не всегда имеет значения. Ради важной информации можно пожертвовать всем. И я, честно говоря, пожалела, что раньше мне эта книга не попалась, до того, как всё погибло. Это руководство по спасению информации. Здесь действительно содержится очень много полезных сведений для того, чтобы делать и как избежать вот этой драмы внезапной потери, хранящихся в компьютере данных. А особенно, если это относится к профессиональной сфере нашей деятельности, то можно потерять вообще всё. Ну, в отличие от личной или семейной информации, там фото, видеоархивов, жалко, но не так. А вот профессиональная информация – это бывает иногда очень драматично и катастрофично. И в большинстве случаев вот эти трагедии, катастрофы случаются и разыгрываются из-за нашей беспечности, как пользователей. Мы на многое не обращаем внимания. Мы каких-то деталей, нюансов даже не знаем. Почему там попискивает компьютер? А что у меня там такое? А почему вот это возникает? Мы это пропускаем мимо ушей, мы перезагружаем его 144 раза, пока на 145 раз мы не получаем экран смерти. И вот тут начинается инфаркт. И вот здесь, в этой книге, автор и рассматривает разные варианты, причины, почему это происходит, что делать? Книга не для слабонервных. Нет, это вот как раз, да, да, так я вас запугала, да. Но, коллеги, на самом деле это очень страшно. Сама буквально недавно потеряла, чуть не погибла у меня вся информация. Говорю, жалко, что у меня этой книги не было, я ее нашла уже потом, после того, как. Это действительно состояние инфаркта, когда гибнет профессиональная информация, рабочая информация, и ее много. И ты понимаешь, что все. Это очень ужасно. Поэтому обращать, это скорее, знаете, как предупреждение. Предупрежден, значит, вооружен. И чтобы не хвататься потом в панике за голову, а это стоит очень дорого, очень немалых денег на самом деле, вот эта книга как раз и поможет нам, с одной стороны, решить проблему, если уж это произошло. Обязательно берите на заметку, Руслан, просто рекомендую. И самое главное, это, знаете, как мера профилактики. Посмотреть, на что обращать внимание, чего не допускать. И здесь рассказывается и как восстановить утраченные компьютерные данные, и различные случаи сложные. И самое главное, здесь можно найти, на что обращать внимание, чтобы до этого не доводилось. Вот смотрите, я вам даже кусочек оглавления специально привожу, чтобы посмотреть. Вот это меня очень заинтересовало. Штатные средства Windows, предназначенные для восстановления данных. Когда у нас под Windows работает компьютер, если у нас вдруг происходит потеря. Как что сделать? Как восстановить из корзины? Как загрузить последнюю удачную конфигурацию системы? Как бы сделать откат, как говорят системные администраторы, программисты, и запустить ту версию, которая работает, и убрать пострадавшую. Как восстановить систему из меню пуск? То есть да, для профессионалов это может быть и простые, и легкие вещи, которые, ну как же этого не знать? Но для нас, для не специалистов и простых пользователей, это просто вот очень такой птичий язык. А здесь он очень легко, просто, и очень много картин, инструкций именно с картинками, со скриншотами, что делать на каждом этапе. Иллюстрация, как это выглядит, как должно выглядеть. Вот в этом плане действительно такой вот инструкции-путеводитель. Поэтому на заметку берите, очень полезная книга, просто даже полистайте, посмотрите, оглавление. Очень рекомендую на нее обратить внимание, потому что это сейчас очень актуальная тема защиты информации и ее спасение. И еще одну книгу хочу вам показать. Белоконова и Назарова «Веб-технологии в профессиональной деятельности учителя». Мы как-то про эту книгу говорили и к ней обращались, когда у нас был вебинар «Три хита для преподавателя», «Три хита ЭБС». Мы там рассматривали книги, которые помогают создавать презентации, вот аудио, видео различные, инструменты. И вот мы к этой книге частично обращались, потому что помимо веб-технологий там есть еще много про создание презентации. Мы ее рассматривали вот в том ракурсе. Ну, вот сейчас я ее вам показываю уже как такой инструмент веб-технологии профессиональной деятельности учителя, преподавателя, как что использовать и как с помощью этих веб-технологий создавать те или иные активности. Также есть в интернет-магазине, если что, можно там приобретать и печатные, и электронные версии. И по содержанию, вот я вам тоже показываю кусочек содержания из этой книги. Очень интересно здесь представлены особенно веб-технологии. Вот эта тема мне просто по жизни интересна. Это создание веб-квестов. Она построена, книга строится по типу лекции, учебного пособия, значит, идет теоретический материал лекционный и дальше описание лабораторных работ. В принципе, для самостоятельного изучения и самостоятельного освоения материала здесь достаточно. И меня заинтересовало вот это. Здесь есть компьютерные презентации, облачные технологии, тестирование, какие есть веб-технологии для организации тестирования, как создавать веб-квесты, геймификация дьютемент, игровые тренажеры, интерактивные приложения. Вот это вот все рассматривается в этой книге. Самое интересное, что это не просто теория описания, как должно быть и прочее, там даются еще примеры, очень много примеров, даются ссылки на те сервисы, ресурсы, инструменты, о которых автор говорит, и они же разбираются в лабораторных работах, в практических заданиях и занятиях. Вот с этой точки зрения это очень полезный учебник, очень много ресурсов. Например, те же веб-квесты, там дается очень интересно еще классификация. классификация веб-квестов, их виды, подвиды, в теме протесты, там, например, еще рассматриваются и основы тестологии, как правильно составлять тестовые задания. Вот такие вот вещи, они здесь не просто про инструменты, но и то, что необходимо для правильного создания. Очень рекомендую обратить внимание, книга на самом деле очень полезные. Ну, веб-квесты мы сейчас любим делать игры, создавать различные, тренажеры использовать. И вот как это сделать, методика, технологии, они здесь представлены. Ну и завершаем наш обзор по блоку компьютера и интернет, как всегда, периодикой. какие журналы есть здесь. Журналов, выпусков много, начиная от Вестника, а вот по наименованиям самые основные, это еще не все, я просто выбрала самые интересные. Есть и серьезные такие научные издания, типа Вестника Московского университета, серия вычислительная, математика и кибернетика. есть вот такие издания, как Системный администратор. Есть очень интересное издание БИД про IT-решения. Рекомендую просто посмотрите, полистайте хотя бы содержание, какие там есть статьи. Про искусственный интеллект здесь очень много есть. Есть беспроводные технологии, есть автометрия. Вот основные издания я вам здесь представила. Ну и в каждом из них не к одному выпуску. За разные годы, 20, 19, 18, мне подастся даже где-то 16, по-моему, год. То есть вот за последнее время можно найти достаточно большое количество выпусков, что на основании их можно и рефераты писать, и в курсовых работах использовать в разделе периодики, если по теме, для дипломных проектов, да, и самим для статей тоже по тематике, все, что связано с компьютером и интернетом, вот оно здесь представлено в этом разделе этого блока. Ну вот, коллеги, мы и подобрались к завершению нашего сегодняшнего такого экскурса по профильному блоку компьютер и интернет. интернет. И в конце я вам даю последний слайд с последними ссылками на страницу интернет-магазина. Здесь можно, те книги, о которых мы говорили, можно приобрести здесь, можно посмотреть, что еще есть. И были у нас на прошлых вебинарах вопросы по поводу условий подписки, сотрудничества и прочего. Вот я информацию сюда обещала, я ее вынесла. Можно позвонить по телефону, можно написать по электронной почте, задать вопросы или там связанные с подпиской, с сотрудничеством, ну и посмотреть наиболее часто встречающиеся ответы на вопросы вот на странице сайта. Все ссылки действующие. Ну, имейте в виду для этой информации для организации подписчиков, для библиотек, что есть бесплатный тестовый доступ на две недели для библиотек. Вот, имейте в виду, что это вот информация официальная с официального сайта. Такая возможность есть. Ну, вот все полезные ссылки я вам отдала, краткий обзор. Мы с вами посмотрели, что интересного есть в профильном блоке компьютера и интернет в университетской библиотеке онлайн. Ну и, скорее всего, обзор остальных профильных блоков у нас будет уже, наверное, в следующем учебном году. В этом году у нас остались немножко другие темы. Там заканчиваем про библиографию. А про профильные блоки, если будет интерес, то мы продолжим уже, наверное, в следующем году, посмотрим остальные. Там много чего еще интересного, есть на что стоит обратить внимание. Ну, вот, коллеги, вроде бы и все. На этом мы нашу сегодняшнюю встречу с вами завершаем. Всем спасибо за участие, спасибо за внимание. Особая благодарность Руславну Головину за активную работу в чате. Так держать. Очень приятно, что вы интересуетесь. Всем всего доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok